Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Две передачи к ряду, два вторника мы посвящаем очень глубокому разговору об эстетике и о том, как, собственно, Господь себя обнаруживает в этом мире через и прекрасное, и возвышенное, и иногда совершенно, как кажется, непрекрасное, или, по крайней мере, так оно не определяется. Сегодня мы продолжим тему, которую завершили прошлую передачу, темой ощущения человека в своей ограниченности, ограниченности во времени. Наверное, самое страшное, что нам, как правило, видится и кажется, и что особенно для современной культуры, наверное, является актуальным, это преодоление своей старости, изнашиваемости, ветхости. Говорим сегодня о эстетике ветхого, тем более, что сегодня в гостях у нас Сергей Александрович Лишаев. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергей. Опять же, да, скажем, что доктор философии, который некогда написал замечательную книгу «Эстетика другого», «Эстетика ветхого», «Эстетика…» Прошу прощения, вылетело слово «Эстетика…» Есть «Эстетика пространства», «Эстетика другого», «Эстетическое расположение деятельности». Ну, в общем-то, четыре книги посвящены этим проблемам. Вот, поговорим об эстетике ветхого, тем более, что, как нам кажется, ну, опять же, вот для понимания современной культуры и понимания, соответственно, себя вот в пространстве современности, это очень актуально. Потому что то, как болезненно сейчас человек воспринимает все ветхое, мы в прошлый раз процитировали Александра Куприяновича с его апостолами новизны и так далее, которые все пытаются модернизировать. Вот этот феномен ветхого, мне кажется, крайне важно осмыслить. Тем более, что слово «ветхий» присутствует в языке библейском. Мы знаем ветхого человека, ветхого Адама, мы знаем тот же самый Ветхий Завет, о котором мы сказали, что мы его немножко на периферию. Тема Ветхого Нового Завета, она немножко в другой плоскости находится. Ну, вот тема ветхости нашей, тема нашей изнашиваемости, а особенно в конечном итоге для православной культуры тема старчества тоже крайне важна, потому что мы все маниакально почему-то ищем старца, до конца не осознавая, какими функциями он наделен. Но почему-то у нас невероятный пиетет в сторону человека с благородными сединами, длинной бородой, который может просто молчать, а ты в его присутствии просто будешь просветляться. Давайте поговорим о ветхом. Хорошо. Мне кажется, тема интересная. По крайней мере, для меня она точно интересная. Собственно, вот мои занятия эстетикой, они как раз начались для меня с попытки такого анализа, дескрипции того, что есть ветхое. Да. И на прошлой нашей встрече мы говорили о том, что поле эстетического опыта, оно очень разнообразное. И для современной культуры, где важно время, пространство, движение, такое понятие, как возможность, да, вот для этого общества становится и возможным, и необходимым, как мне кажется, артикуляция эстетического опыта, который связан с переживаниями некоторых форм пространства и некоторых форм времени. И в частности, ну это вещь, которая, мне кажется, очень важна для эстетики, как философии и для нашего опыта. Для современного человека время, это действительно очень-очень важно. Почему? Да потому, что он сегодня прежде всего, вот если мы берем секулярного человека, советского человека, который погружен в эти большие города, как Самара, например, мы находимся с вами первоначально, как бы, да, и для нас базовой структурой является структура именно времени, а стало быть, ограниченности, конечности всего, что происходит. И вообще погруженность вот в это было и будет, и происходит теперь. Если раньше у нас была еще, как бы, да, вечность, и она была исходна, а время мысленно, как, скажем, подвижный образ вечности, да, или как вот, как свиток, который разворачивается и свернется, так сказать, да, неизбежно, вот в христианской картине, время не имело, как бы, такого значения. Но сегодня оно вышло на первый план, можно сказать, да. Почему оно вышло? Именно потому, что оно в некотором смысле не уравновешено, да, не, если угодно, освоено вечностью, не поддерживается вечностью. Но парадоксальным образом встреча со временем может быть встречей с вечностью, как мне кажется. И вот в случае с ветхостью именно там, где вещь, казалось бы, которую мы созерцаем, как ветхую, и переживаем, как ветхую, где она как раз демонстрирует наиболее явным, очевидным образом свою конечность, свою изнашиваемость, неизбежную истираемость, которая отсылает нас к нам самим неизбежно, как тоже существам, которые неизбежно изотрутся, износятся, да, изживут свои тела и умрут. Вот для нас, казалось бы, этот опыт, он должен вызывать какой-то ужас, страх, но нет. Вот мы знаем, и это демонстрирует нам чуткое к человеческому опыту искусство, литература, да, можно вспомнить Тютчева, можно вспомнить Пушкина с его любовью к осени и к умирающему, и в природе которой как чахоточная дева, которая вот-вот умрет, и вот миг она пока есть, и вот ее нет. Вот этот момент как бы предумирания или момент вот некого странного зависания между есть и нет, вещь подошла, вещь, которую мы созерцаем, воспринимаем как ветхую, она подошла к своему концу, и она в то же время еще вот перед нами, можем ее воспринимать, чувствовать, осизать. Она еще сохраняет свою форму, мы можем узнать, что это ветхий дом, или это дерево ветхое, или это ветхий старик, или что-либо еще. То есть форма сохраняется, но она уже утрачивает какое-либо значение. Неважно, что это дом, что это старик, что это дерево. В эстетическом переживании ветхого, как ветхого, на первый план выходит не чтойность, не сущность, не форма, а самовременность. А то, что все это разные формы, но поскольку они есть, существуют в земном мире, они неизбежны. Что демонстрирует нам ветхость? Что она дает нам не просто не понять, а почувствовать, пережить. Что она дает нам пережить? Тленность, бренность всего, что находится в пространстве, всего, что наделено плотью, всего, что находится во времени. Сущность времени состоит в конечности, во временности. И вот эта временность всего сущего, через созерцание конкретной вещи, она нами и переживается. Еще, мне кажется, очень важный момент, что мы в момент созерцания чего-то ветхого вдруг выходим из, ну, такой заостренности на утилитаризме. То есть ветхий дом, он уже, условно говоря, не выполняет по максимуму тех функций, которые он выполнял, когда он был новый. Ветхое дерево, возможно, оно уже местами с проплешинами, на нем уже не растут яблочки и листочки, да. Но ты наблюдаешь его в некой его объективной данности. И человека, например, старого, ты тоже можешь наблюдать, потому что он, условно говоря, выполнил весь свой необходимый функционал. Да. И ты можешь наблюдать просто человека в его... Вот, смотрите, значит, дальше продолжим вот эту аналитику ветхого. Так вот, смотрите, что мы имеем? Мы имеем в нашем мире крайне прагматическом, утилитарном. Мы имеем дело с чем-то, что абсолютно бесполезно. И тем не менее оно нас может задевать, выводить из этого как бы повседневного потока именно потому, что ветхое странным образом, оно как бы зависло между ничто, между тем, что по ту сторону этого мира, и между тем, что есть в этом мире. Оно уже этому миру не принадлежит, но еще и в мир иной не отошло. Оно действительно полностью в этом мире подделок, да, где все можно подделать, но ветхое как бы это являет нам некую подлинность. Опять же, не само по себе ветхое, но оно становится как бы местом обнаружения, как бы вместилищем, через которое обнаруживает себя другое. Каким образом в случае ветхого? И понятно, что, как мы говорили, дух видит, где хочет, и другое, особенное, то, что само по себе, то, что есть тайна, обнаруживает себя где угодно, в том числе и в ветхом. Но в ветхом оно обнаруживает себя особым образом через вот эту особую ситуацию ветхой вещи, которая, что она позволяет нам своей ветхостью, или на что она нас настраивает. Она, в сущности, когда, она помогает нам пережить эсхатологичность, если угодно, вещей. Такой вселенский эсхатон. Эсхатон, да. Вещь кончается неизбежно. И вот мы подходим к этому эсхатону, и именно здесь, на этой границе, когда мы оказываемся вот в ситуации этой эсхатологической ситуации, тут-то нам открывается то, что не есть время. В чем парадокс? Да, мы находимся внутри временного, но если мы это переживание времени доходим, доводится до предела, то здесь и обнаруживается, собственно, то, без чего нет времени. Ибо, мы говорим, вот это находится во времени, это было вчера, это будет завтра, это вот есть сейчас. Но все это, как бы, дистрибуция сущего, да, во времени, это вторичная, как бы, рационализация или, как бы, это, в сущности, обнаружение другого, который позволяет нам дистанцироваться от всего сущего или быть отличными от всего ограниченного и конечного. и, собственно говоря, оно всегда скрыто, это другое, оно ближе нет ничего и дальше нет ничего. Оно абсолютно далеко, абсолютно близко. Поэтому то, что говорили, абсолютная тьма в прошлой передаче, абсолютный свет, это одно и то же, в некотором смысле, и говорит о другом. Так вот, в случае с переживанием этих вещей, мы, как бы, подходим к этой, мы, как бы, переживаем этот исхатон. И именно, когда мы переживаем этот конец исхатон, мы, как бы, освобождаемся от всего, что нас окружает, этого условного, конечного, погруженного во время. То есть, мы, как бы, имеем дело с началом временения, с тем, что позволяет нам временить и находиться в мире, имеющем это временное измерение, то есть к другому. То есть, как бы, до конца изживая временность, до конца, как бы, проходя тот путь, который проходит суще в этом временном измерении, мы, как раз, и получаем этот шанс, эту возможность, как бы, немножечко уже, как бы, и выйти за пределы мира всего, скажем так, понимаете? И пережить это самое другое. Поэтому удивительный покой, умиротворение, которое может нас осенью, когда мы гуляем по саду, где эти скрученные умирающие листья, какие-то покрытые, там, лишанниками, мхом, скамейки, полу, такие разваливающиеся. Но до всего, если мы находимся вот в этом событийной точке переживания Ветхова, видит какая-то необыкновенная покой, умиротворение, какая-то благость во всем этом есть. И мы не мечемся, мы не суетимся, мы не страдаем. Наоборот, мы чувствуем какую-то необыкновенную тихую радость, я бы сказал. Умиротворенный покой. Это может показаться странным. Как же так? Это же все ветхое, это смертное, и мы же тоже такими же станем, и мы тоже умрем. Почему нас это не отталкивает от себя? Почему мы не убегаем от такого рода мест? А наоборот, нас в дни поздней осени, конечно, многие бронят, но они все. Вот Пушкин, например, очень их уважал. Вот Александр Куприянович наш, друг, который незримо, получается, здесь сидит, мы его так часто цитируем, у него замечательный курс есть по философии возраста, по философии старости, и в частности он говорит, что есть некая промежуточная стадия, которую он называет мерзость запустения. Вот она в нас такого эстетического восторга не вызывает. То есть каково место вот этой мерзости запустения? И может ли, например, эта мерзость так и не стать ветхим эстетически? Конечно, конечно. Это уже другое переживание, другой опыт. Это то, что, опять же, я отношу, но сейчас не могу развернуть как бы все, как бы области вот этой, как бы моей эстетической картине, скажем так, которую я себе набрасывал, да? Это относится к эстетике отвержения, и здесь мы имеем дело не с явленностью бытия, не того, что нас утверждает в этом мире как присутствующих, в полноте присутствия, а то, что нас скорее отрицает, отвергает в качестве тех, кто в этом мире существует. Это один из модусов эстетики отвержения мерзости запустения. Потому что на чем здесь сделан акцент? На запустении. Это не ветхая, как некоторый неизбежный итог всего. Такая энтропийность. А это скорее мерзость запустения, как проявление, что ли, человеческой слабости. Да, ведь на изначале... Или исчезновение хозяина, получается. Исчезновение хозяина, причем в том месте, которое нуждается в этом хозяине, и которое должно быть поддерживаемым прежде всего. Но, как я понимаю, что если возьмем Ветхий Завет, то мерзость запустения, как бы, речь идет о святом месте, которое осталось, как бы, без надзора, и, как бы, вот оно осквернено. Здесь речь, как бы, идет о некоторой оскверненности. То есть, когда вот это, как бы, разложение воспринимается и переживается, как какая-то оскверненность, то это немножко другая модус переживания, и, может быть, не чисто эстетического, здесь есть этический аспект. Вот почему я специально подробно, я тоже касаюсь в своей работе этого понятия, но очень так мельком. Почему? Потому что все-таки, на мой взгляд, мерзость запустения – это опыты переживания, касающиеся, ну, скорее, области этических чувств, этических переживаний, да, и религиозных переживаний, чем, собственно, в чистом виде эстетический. Хотя эстетический аспект, наверное, здесь тоже есть. Но вернемся вот к этой вот связке эстетики Ветхова и переживания старости. И действительно, если мы перейдем уже в область нашего самосознания, в частности, возрастного, экзистциального, то для современного общества характерно некоторое бегство от старости, да. То есть старость очень многих пугает, очень многих страшит. И одна из важнейших, мне кажется, тем и проблем для человека – это вообще как освоиться в этой старости, чтобы она не была проклятым возрастом, чтобы не бежать от нее, не бояться старости, а видеть то благое, что старость способна дать человеку. Причем именно она способна дать в наибольшей мере. Не только она, но она в наибольшей мере. Почему? Потому что именно старость как возраст располагает нас к чему? Да вот к этому опыту ухода от всего, что над нами неизбежно тяготеет в нашей жизни земной, в других возрастах, здесь сама как бы вот эта темпоральная расположенность, то место темпоральное, в котором мы находимся, оно как бы создает условия для нас, подобные тем, в которых находятся ветхые вещи. Вот если говорить о старости и как бы очень мельком и быстро провести какую-то ее классификацию, то, ну скажем, можно выделить такой вот тип старости, как героическая старость. Человек, и это очень характерно для современной культуры, он должен бороться как бы до конца за то, чтобы оставаться нужным, востребовательным, полезным, и, так сказать, умереть на коне, доказывая всем, что он герой и что он будет до конца делать полезное для общества, так сказать, дело, будет дальше самоутверждаться. Ну вот отец Александр Шмеман об этом в своих дневниках писал и говорит, что это очень как бы жалкое зрелище, и это все очень печально. Вот он там не раз пишет, что мне кажется, около 60 лет он это писал, что я уже все сделал, в принципе, и могу уходить. И он говорит о том, что старики нужны в этом мире не тем, что они будут панически бежать от своей старости и казаться нужными, вызывая страх у тех, кто еще не так стар. Ах, не так стар, да, да, оговорился. Вот, а они нужны другим, своей особой красотой старости, тем светом, который от нее может исходить, спокойствием, и, как он пишет, цитирую, по-моему, Блока, светом лучей оттуда, которые могут осенять не любого старика, но некоторых старцев, скажем так. И вот этим нужна старость. Она дает то, что не могут дать другие возраста. Почему же она это может дать? И вот здесь как раз, помимо этой героической старости, есть еще мелочная старость или там ворчливая старость. То есть старость, которая не принимает саму себя. Особенно в современной культуре старость воспринимается как, скажем так, необоснованное наказание. Я это ничем не заслушал. За что? Как бы человек, который не принимает старость, он говорит, за что? Вот, я жил, что ты делал, я был нужен, я был востребован, я был признан. И вот теперь я не могу этого. Там, на работе я, говорят, уже не нужен. Дети не слушают. Внухи говорят, ну, ты в этом ничего не понимаешь. Я не могу делать то, что я привык делать. И я начинаю ворчать и приезжать на весь мир. Потому что ведь это же не кто-то сделал. Кого конкретно винить в том, что я стар? То есть, если бы можно было найти врага, было бы легче. Но проблема в том, что найти врага не получается. И тогда виноватым оказывается мир, его устройство. И люди плохие, и время плохое. И вообще все ужасно. Человек брюжит и ворчит на все, что происходит. И он целиком уходит в те мелочи, бытовые, повседневные. Где там скидки, где что-то купить. Это не всегда связано с тем, что не хватает денег. Хотя это тоже случается. Нет. Просто горизонт резко сужается. Интересы профессиональные. Там часто дети уезжают, там нет семьи. Человек живет одиноко или вдвоем, или один. И у него, все его внимание, весь интерес, он уходит в то, что ему доступно. В этот узкий круг. И это очень печально. Потому что старость – это время для, как мне кажется, конструктивного строительства некоторого. Вот старость позитивная или конструктивная, я бы выделил два типа. Это старость в горизонте старого и старость в горизонте ветхого. То есть, мы не говорили о различии эстетики ветхого и эстетики старого. Эстетика старого – это переживание прошлого. Как некое особенное переживание. Старый дом. Не ветхий, но старый. Он еще сохраняет свою чтойность. Он свидетель прошлых времен, эпох. На нем следы, рубцы этого времени. И они хороши. Не нужно новодела. Не нужно нам реконструкцию царицыно делать. Оставьте, какое было. Уже поздно, к сожалению. Но вот эта эстетика старого или древнего – это тоже прекрасная вещь. Здесь есть перспектива. Но здесь нет эсхатологии. Старая вещь еще какое-то время послужит. У нее еще есть. Да. Будущее у нее меньше, чем прошло. Она цена своим прошлым. Но оно еще у нее есть. Она сохраняет свою форму, в отличие от ветхого. Так вот, старость в горизонте старого – это старость, которая подводит итоги. Ведь когда мы можем понять свою жизнь, когда мы можем понять ее как нечто осмысленное, когда мы можем на самом деле построить это целое. Ведь сама по себе жизнь никогда не есть осмысленное целое. Сама по себе, в своем сыром материале. Нужна некоторая мыслительная работа, которую мы можем выполнить, а можем не выполнить. И вот когда мы ее выполняем, когда мы пишем мемуары, рассказываем своим детям, внукам и знакомым, продумываем, вспоминаем какие-то события прошлого, то мы тем самым структурируем свою жизнь, и мы извлекаем из нее смысл. Мы видим в ней нечто целое. И тогда мы делаем последние дела. Ставим точки. Говорим кому-то прости. Встречаемся с каким-то другом. Или, может быть, мы всю жизнь мечтали писать картины. Мы рисуем не для кого-то, не для выставки, не для признания как художники, а потому что без этого наша жизнь будет незавершенной. Это вариант позитивной старости. Позитивный вариант старости. Но есть, как мне кажется, самый интересный, самый глубокий, самый метафизический ее вариант. Это как раз старость в горизонте Ветхова. То есть, речь идет о том, что человек может как бы уже ничего и не завершать. Вот как бы я уже все сделал. Я все сделал. Я ничего никому не хочу доказать. Я все дела уже завершил. Но я еще живу. Я продолжаю жить. Я благодарен Господу, что я нахожусь в этом мире. Что у меня еще есть сознание, понимание, способность видеть и воспринимать. Вот это состояние, мне кажется, можно сопоставить, если вспомнить, в частности, послание апостола Павла Римлянам, да, вот это понятие эсхатонной эсхатологичности. То, что мир, история, это уже завершена. И мы находимся в некой очень особой такой ситуации. Об этом хорошо пишет Акамбе. Вот, об этом, он говорит, об оставшемся времени. Оставшееся время. В сущности, вот мы с вами сейчас, если мы христиане, да, мы живем уже в мире, где история-то закончилась. Восьмого дня. Две тысячи лет, да, с лишним назад. Она закончилась, эта история, история, не две тысячи, извините, да, все-таки еще, да, не прошло, но скоро пройдет, почти две тысячи лет, да. То есть история, мы живем после конца. Увидите связь с ветхим, как мне кажется, с эсхатонической ветхого. Там тоже, в этом эсхатонной природе, тоже мы имеем дело с чем? С эсхатологичностью, на случай созерцания, переживания вещи, которая открывает нам некое пространство другого. Вот конец света еще не наступил, как свиток еще не свернулся. А сколько это? Да неважно, год, тысячу лет, две тысячи лет, десять тысяч лет. Мы не знаем, никто сроков не знает. Но от этого, с точки зрения апостола Павла, как бы, да, суть дела не меняется. История завершена, да, Христос воскрес. Все, история завершена. Но мы находимся в зазоре, вот в этом оставшемся времени. И вот ветхая старость, это некоторое, своего рода тоже, в персональном измерении, как бы, жизни человека, его, скажем так, биографического времени, он находится вот в этом странном состоянии абсолютной свободы. И он может смотреть на мир какие-то совершенно другими глазами. Не через свой интерес, не через то, что я хочу, не через то, что я должен успеть, не через какие-то свои заботы, не через помыслы о себе. А он может быть полностью открыт другому, вот в этот момент. Сергей Александрович, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Она всегда кончается. Да, она, как правило, кончается неожиданно для ведущего и гостя. Огромное спасибо за столь содержательный диалог. Мне кажется, ну, мы дали такой простор понимания себя, в том числе и не только Бога, эстетически, да, познания Бога, но и в том числе себя самого, что в данном случае остается только замереть, поклониться. А вам, дорогие наши зрители, мы очень желаем, вот Сократ в свое время говорил, что вся проблема человека, что он ни одну мысль не додумывает до конца. Мы желаем вам додумать до конца то, что осталось за скобками наших диалогов. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok